В России началась масштабная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Кировское управление наркоконтроля совместно с областной прокуратурой призывают население по возможности помогать федеральным структурам в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. А для будущих сотрудников студентов-юристов прошла экскурсия в управлении наркоконтроля. Студенты-юристы – потенциальные сотрудники правоохранительных органов. Поэтому экскурсия учащихся второго курса юридической академии по Кировскому управлению наркоконтроля началась с беседы с начальником отдела кадров. На пути к погонам сотрудника службы контроля за оборотом наркотиков перед претендентом стоят различные проверки в УВД, ФСБ, миграционной службе и налоговой. А кроме этого – военно-врачебная комиссия и психологическая экспертиза. Требования на самом деле жесткие. Не каждый человек сюда пройдет, потому что, вы сами понимаете, в правоохранительных органах достойны служить, работать только самое достойное. Начнем с этого. Те люди, у которых нет «прошлого» за плечами, люди с высшим образованием, с юридическим образованием. И те, которые, наверное, все-таки понимают, что рабочий день не ограничивается только с 9 до 6. Одно из подразделений, куда преимущественно попадают на работу молодые люди – спецназ наркоконтроля. После выступления начальника отдела кадров ребятам продемонстрировали вооружение бойцов спецназа, а заодно и рассказали об опасностях подстерегающих сотрудников на службе в управлении. По работе тоже интересно, потому что занимаются очень хорошим делом. То есть все равно обезопасить народ от наркотиков, я думаю, это нужно. Тем более в наше время, когда наркотические моменты такие производятся, то есть они расширяются, и борьба против них нужна. Подобные экскурсии и дни открытых дверей в управлении проходят несколько раз в год. Сотрудники общаются со школьниками и студентами и рады рассказать ребятам о своей нелегкой, но крайне важной работе. Такие мероприятия всегда играют роль одновременно и профилактики, и расширения кругозора у подростков. Кирилл Сосолятин, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.